Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как не бояться одиночества и как в нем жить? Мне кажется, что сам по себе вопрос немножечко некорректно сформулирован. Потому что человек боится одиночества, потому что он в этом самом состоянии не принимает какие-то свои чувства и мысли. Например, человеку, когда он один, кажется, что он плохой, что он ненужный, что он нецельный, неуспешный. И получается так, что человек запрещает себе таким быть, запрещает себе подобное состояние чувствовать. А само по себе одиночество – это же просто состояние. Но оно ощущается в том случае, когда человек отвергает себе такие вот подобные проявления. Отвечая на вопрос о том, как в нем жить, я бы сказал, что чтобы жить в состоянии одиночества, желательно вот все, все, абсолютно все свои мысли, абсолютно все свои чувства, которые появляются, желательно абсолютно все это принимать. То есть, если это все принимаете, то и жить в этом состоянии будет легко. На всякий случай, забегаю чуть вперед, скажу, что и общение с другими людьми и некоторая деятельность, ну, ваша собственная деятельность, от этого претерпят некоторые изменения. Вот. Потому что важно вам будет уже несколько другого, а не то, что вам важно сейчас. В детстве и юности пищевая была пресыщена обществом и кругом ненужных знакомых. Что это значит? Это, по сути, означает, что вы не могли людям сказать нет. Вот. То есть, это означает, что были люди, которые, вот, очевидно, как-то торгали свое личное пространство, да? Были люди, которые не были внимательны к вам, вот, нарушали ваши личные границы, вот. И, собственно говоря, этим создали у вас впечатление, что когда людей много, да, то это сложно, это больно, это тяжело, вот, и может быть даже неприятно. Важный момент, что среди этих людей вы были также одиноки, потому что люди вас не слышали. Нарушали ваши личные границы, а значит, как такового адекватного контакта и взаимодействия между вами скорее всего не было. А это означает, в свою очередь, что даже в таком формате взаимодействия вы скорее всего были одиноки, одиноки. И внешне сказалось, что у вас очень активная такая социальная жизнь, но по факту я думаю, что вы чувствовали себя изолированно. И то, что вы чувствуете сейчас, вполне может быть продолжением того самого чувства, которое было с вами на протяжении, может быть даже всей жизни, ощущение такой... изолированности, ощущение такой депривированности, оборванности от других людей. Вот, или может быть неудобства при общении, при взаимодействии с ними. Хотя, здесь, безусловно, есть уже некоторые нюансы, и вполне возможно, что тут я несколько могу преувеличить или додумать за вас, чего бы мне не хотелось. Дальше. Хотелось спокойного, уютного уголка и минимум общения. Хотелось комфортно. Потому что не комфортно, а общение и взаимодействие с людьми, когда личные границы нарушаются. Оно, конечно, тяжело, оно, конечно, напрягает, оно, конечно, высасывает много сил, энергии, много уходит на это. Это безусловно. Это правда. Правда так. Поэтому в том, что вам хотелось спокойного уголка, нет ничего удивительного. Реакция, я бы сказал, совершенно нормально, но хочу, чтобы и вы постарались увидеть, что больше это похоже на бегство, нежели чем на, знаете, некоторый такой сознательный выбор. Вот. То есть это как бы то, как вы реагируете на внешнюю историю. Это то, как вы реагируете на, ну, например, на круг общения, да, допустим. Вот. Ну. А в следующем, совершенно не факт, что вы, что вы на самом деле этого хотите. Вот. То, о чем вы пишете дальше, подтверждает это. То, что не спокойного уголка, как такового вам хотелось, а, вероятно, хотелось комфорта, хотелось спокойствия, действительно, и защищенности. Вот. Но момент в том, что не прибавилось у вас ощущение себя. То есть, то есть вы убежать-то убежали, вот, но, но лучше чувствовать себя от этого не стало, вот. И границы свои лучше видеть не начало, вот. Понимаете? В чем момент в том, что здесь. Поэтому ничего вам эта доктория не дала. Дальше. Теперь у меня есть уголок и муж. Только все, что, только все, что осталось, это я, он и минимум родственников между мной и одиночеством. Ну, обратите внимание, что одиночество здесь вы, условно говоря, позиционируете как что-то отдельное от себя. Вот. Иными словами вы дистанцируете от себя уже в одиночество. Вот. Потому что, опять же, есть вот некоторые сложности, вероятно, для вас в том, чтобы принять то, что вы чувствуете в этом, особенно в этом самом одиночестве. Вот. Вот это такой очень важный, как мне кажется, аспект. Значит, дальше. Теперь одиночество пугает всем непринятием определенного состояния. То есть, на первый план здесь выходит не то, что, например, вам чего-то хочется. Да. Да. На первый план выходит, как мне кажется, то, что вам нельзя быть какой-то. Цель вам divison. Вот какой-то быть я не могу говорить и как бы быть себя сам. Вот. Эээ ну, вот в принципе. в принципе, это то на что вам хотел бы я обратить внимание. То есть то, что вас в одиночестве пугает, как вы говорите, это вот, по-видимому, то, что вам сложно себе принять. То есть то, что тяжело может быть принимать за вами. И мне кажется, что надо бы для начала поисследовать вот этот момент. Тормомент того, что вам нужно себе принять, вот, ну, именно вот в контексте одиночества, да, именно вот в контексте того, что вот вы одна и что это для вас означает, что это для вас означает и так далее. Вот. Дальше. Так. На работе коллектива нет. Что это значит, что нет на работе коллектива? Вы имеете в виду, что вы работаете в таком месте, где нет коллектива, в принципе, ну, вообще. или что-то другое вы имеете в виду, потому что, ну, я, например, просто не очень понял этот момент. Вот. Я не очень понял, что вы, ну, что вы имеете в виду, говоря, что у вас нет на работе коллектива. Вот. Вот. Вы пишите, что люди из прошлого в вами интересуются. Да-да, это частое явление, потому что люди действительно разрываются, люди действительно меняются, люди действительно становятся другими. Вот. И им уже становится не так, чтобы интересно. Вот. А новые какие-то, новые точки пересечения, да, они вот не появляются, к сожалению. Вот. Поэтому понимаю вас, то, что вы имеете в виду относительно того, что вы сейчас чувствуете, но думаю, что так же это связано с тем, что вы, может быть, не очень хорошо отдаёте себе счёт в том, что вам интересно и куда вы, ну, могли бы направить свои ресурсы, да, вот. Как себя проявлять. Дальше. Пугает одиночество. Чем пугает? Что делать? Стоит ли бояться призраков? Что вы имеете в виду под призраками? Если вы имеете в виду то, что вы начнете жить в прошлом? Да. Вы можете начать жить в прошлом, вы уже живёте. Но люди живут в прошлом, когда им интересно будущее и настоящее. То это привыкать к одиночеству и обзастись кошкой. Это вам решать, если вы хотите меняться, если вы хотите что-то менять, то можно менять. А если вы не хотите меняться и не хотите менять ничего, то привыкайте. Это вам решать. Если дети в кровати, то их не спасут вообще. Не спасут. Не спасут. Вы будете бояться потерять этих самых детей. Нужно либо бояться. Нормально ли это? Летый день в моей жизни. Ну, а на нем. Я думаю, что нельзя бояться, бояться, бояться чего-то по желанию. Мне кажется, что это немножко так не работает. Вы либо боитесь чего-то, и это ваша реальность, или вы не боитесь чего-то, и это ваша уже немножко другая, конечно же, реальность. Вот. Ага. Так вот, так вот, чтобы бояться по желанию, ну, нет, это так, так это не работает. Нельзя бояться. Вы, грубо говоря, ну, грубо говоря, решили что-то бояться. Нет. Это так не будет работать. Вы или боитесь, или нет. Вот. Я думаю, что третьего здесь не дано. Не дано от слова совсем. Больше. Нормально ли это, или это изъян в моей жизни? Ну, опять же, если вы хотите меняться, что это воспринимается не как изъян, а как история, которая вас тормозит, вот, если вы хотите двигаться дальше. Это история, которая вас тормозит, которая не позволяет вам быть собой. Если вы чувствуете, что в этом состоянии вам хорошо, что вам это подходит по внутренним ощущениям, то это абсолютно нормально. Изъян это или нет, это не корректный вопрос. Заранее скажу, что были такие советы. Было бы желание и друзей вернуть, можно и знакомыми обзавестись. Нет. В моей жизни это не так. Почему? Хобби. Дело какое начать. Не буду даваться подробно, но это тоже не выход, а бы хобби у меня своеобразным, а не зависит от настроения. Верю. Вопрос в том, хотите ли вы меня менять. То есть, хотите ли вы менять свое отношение и свою реализацию хобби, и хотите вы менять свое отношение к друзьям и знакомым. Вот и все. Если вы хотите это менять, то все это возможно. О себе больше тридцати, интроверт и миланхолика. Это вы как себе, как вы себя классифицировали. Ну то есть, вы как считаете, что человек может сам себя отнести к какому-то типу личности. Если это так, то я боюсь, я боюсь, что вы ошибаетесь, потому что это иллюзия. Себя отнести к новому. Ну, себя отнести к типу личности невозможно. Себя самого. Человек не может это сделать сам. Это может сделать только другой. То, что вы себя называете миланхоликом и интровертом, может быть неправда. Например, вы не являетесь интровертом, если подавляете свое число. Если на самом деле у вас много чего внутри, да, но вы подавляете это, вы не позволяете этому там, условно говоря, ну, реализовываться. Вот. Если вы стесняетесь, если вы стыдитесь. Вот. Если вам свойственны эти переживания, то вы уже не интроверт, вы уже относитесь к другому типу личности. Вот. И то же самое касается и ниланхоли. Вот. Поэтому здесь разрешите с вами не согласиться не в том смысле, что я думаю, что вы обманываете, а в том смысле, что самоанализ имеет определенные ограничения. И то, с чем вы вплошнулись, это именно эти самые ограничения. Вот. Поэтому я думаю, что тут нужно в любом случае несколько смотреть, несколько более внимательно быть. Вот. Потому что не факт, что это правда. Вот. Ну, по крайней мере, вот так, как вы это видите. Вот. Безусловно, вы себя знаете. Вот. Но, повторюсь, со стороны, какие-то вещи могут быть более очевидными нам, чем вам. Это, ну, такая абсолютно нормальная история. Дальше. Пообщаюсь на эту тему с понравившимся экспертом. Ну, спасибо говорю всем, кто хочет потратить время и притянуть руку помощи в сложных вопросах. Вопрос. Ну, пообщаться на эту тему можно. Вопрос. Вопрос. Вопрос в том, с какой целью, да, и как вы видите, например, какой, какой вы видите роль психолога здесь. Потому что если вы видите роль психолога, ну, действительно, вот в таком каком-то подборе для себя оптимального варианта, то я думаю, что это несколько не то, чем мы занимаемся. Вот. Если же вы хотите меняться сцен, вот, если вы хотите меняться сцен и повысить интерес к своей жизни и раскрыть ее новые стороны, то это, да, это вполне нам по силу. Вот. Ну, по крайней мере, я занимаюсь такой парадикой, в связи с практикой психологической. Вот. И, соответственно, подбором каких-то вариантов, да, и советами я не занимаюсь. Вот. Ага. Вот. Как-то так. Значит, что бы я рекомендовал, да? Что бы я рекомендовал? Более конкретно посмотреть на то, что вас пугает в одиночестве. Ну, то есть, блокирует ли одиночество, по вашему мнению, для вас доступ к тому, чего вы хотите, или здесь речь о чем-то другом, речь здесь про что-то другое. Вот. 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 Давайте, вот, пока-пока начнем с этого. Вот. Пока. С этого. Дальше уже, в принципе, будет видно, как действовать. Потому что, ну, например, если у вас появится чувство, что одиночество что-то блокирует, вот, что в таком случае, я думаю, что стоит рассмотреть возможности изменений ваших и перемен. Вот. А если, если вы почувствуете, например, что вы не соответствуете чему-то, ну, в одиночестве, то эта работа уже больше с установками. Вот. Такие дела. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. На этом все. А за это. На этом все. На этом все. А вот. Не. Продолжение следует...